Вопрос 94. Вчера на занятиях у отца Михаила Капранова он сравнивал ваше обличение в адрес Московской Патриархии с грехом хама. Что можно сказать в ответ? И он еще говорил, что русский язык в церкви приведет к расколу, и все реформы бывшие ранее. Как и все реформы бывшие ранее. Славянский язык духовный и по смыслу, и по содержанию, и поэтому русский язык не нужен. Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Московская Патриархия мне не мать, и поэтому ни о каком хамском грехе и речи быть не может. Просто отец Михаил Капранов держит свою паству в глубочайшем невежестве. Прихожане его абсолютно не знают священного писания, и слова его, поэтому, не могут сравнить с Библией, проверить, правильно ли он говорит. Он создал свой авторитет языческого оракула, безгрешного римского папы. Кто и когда от него слышал обличительное слово в адрес заблудившегося руководства Московской Патриархии? Иначе поступали все пророки до единого. Они обличали и священство, и царя, и народ. По-капрановски рассуждать, все эти пророки есть хамы? Красное словцо его, сказанное во тьме и заочно, есть признак трусости. Я многократно предлагал ему и любому академисту из них выйти на открытый диспут. У меня есть магнитофонная запись интервью нашего человека с ним. Это почти на два часа прослушивания. После ознакомления с его оповествованием о его жизни, всем стало ясно, что он не имел встречи с Господом, его обращение было не по Писанию. Но по настроению ума от студента, которого он знал, что тот стал ходить в храм и задумался и прочее. Он не может указать ни на один стих Библии, который привел его к раскаянию. У Блаженного Августина был такой стих. У Макария, у Антония Великого были такие стихи. Капранову нужно все начинать сначала. Он совершенно не понимает рождения свыше. Обольстился своими званиями, членством в монархическом угаре, членством в академиях Суисловов. Мне искренно жарь его. Он сломленный человек. Его несет в потоке мусора, которым захлебнулась Московская Патриархия. Ему нужно отойти от всей деятельности и уйти в затвор, взяв с собой ведро воды и хлеб и отхожее ведро. И там читать Библию и плакать. Сколько людей он обольстил, считая церковной пополнотой весь город. Он не может отличить живых от мертвых. Он не может выполнить оглашенные языки. Он не может прекратить торговлю в храме. Не может противостать крестящим без полного погружения. Он заложник своего авторитета. Я обвиняю этих лживых священников в гибели русской нации. О русском языке подробно прочтите в нашей книге «К истинному православию» в разделе «О слове». Церковнославянский язык не дает понимания богослужения и является причиной гибели и духовной деградации нации. Но самая главная причина невозрожденности русских, так называемых православных прихожан, даже и не церковнославянский язык. А как не страшно сказать, это богослужение. Оно не на своем месте. Его сделали главным критерием всей духовной жизни. Многочасовые стояния и хвастовство, что у них вот богослужение не сокращается, как у Кирилла Игумена Сахарова. Да еще и шик такой, такой снобизм в этом деле. У нас где на старых книгах все, у нас все по старообряческому. Богослужение восприняло те функции, которые Бог дал только Библии. Теперь все, что говорится о Библии, стали не вкраплять, а намертво вмонтировали и выжимать из богослужения. Даже по радио говорят, и смешно слушать, как заплетающимся языком дикторы говорят, «Святейший Патриарх совершит божественную литургию». Вот к этому сказать, когда ответ давал, так пришли его прихожане на наши занятия в университет технический, где 21 тысяча студентов. Вот это я давал, когда он был живой, его уже нет, он внезапно заболел. Сын его был Заринский, Дмитрий, тоже внезапно умер. Это уже все развеяно, ничего нету. Притом этот человек хороший сам по себе. Он сидел, отбывал срок, в Агурцовской группе был. Там было так, изучать оружие, танки и начинать давить коммунистов. И вот там у него студента, который стал молиться. Вот и все его обращение. Повторяю, человек хороший, не пьяница. Жена у него ведет занятия, Галина, ведет занятия с тем, кто приходит в Едино. Но она говорит, что какие приходят, они ничего не могут сделать. Только она подметила, что ногти с синей краской не красят. Желтой, красной, это вроде сойдет. Ну, что на это можно сказать? И это состояние не худшее. Повторяю, не пьяница, не блудник, не гомосексуалист. Человек страдавший. И он, я сейчас не могу сказать сколько, но не менее пяти лет отсидел в лагерях. Такой господи душу, раба твоего, Михаила. Против всего этого был настоятель. Войтович, отец Николай Павлович. Полностью все предано было в церкви коммунистам. Его называл даже мэр города Баварин легендарным. Он услышал меня, вы там же были? Вас приглашали? Да, я был на годовом отчете мэра города. Эти слова он говорил? Да. Он зазубался, вот эта легенда. Помер. Никого нету. Мэр разбился. Вот это и удивительно. Я вспоминаю, у меня отец с одной рукой с фронта. Под Смоленском. В 41-м. Дорогобурж, город. Там он пострадал, руку потерял. Десять ребятишек. Своих, неприемных. Пять мальчиков, пять девочек. И на весь район сделали одного героя социалистического труда. У меня дядя Степан Дмитриевич, отец Тихон Дмитриевич. А Степан Дмитриевич был в комиссии ревизионной, потеряевки. И говорит, то, что приписали Чивесу Афанасию Филипповичу, еще даже не распахана земля. Но надо было показать, что он трактором пашет в 10 раз больше, чем другие. Ну, обман. Но району надо было, чтобы был флажок такой. И сделали. И этот Афанасий Филиппович привез совещек, чтобы не искорчено. Потому что мой отец был природный, талантливый пастух. Он часов не было, как по часам. На какой траве пасти, когда напоить. В других районах, как в Стребрихе, там, начальник милиции, казах, привозил ночью тайно. Нельзя было этого делать. Но он привозил. У отца был недостаток. Когда овец брали, они больше были похожи на поросят. Столько на них было жиру. А им, казахам, как раз это и надо. Он за этим и привозил. И вот этот Афанасий Филиппович, за овец, которых пас отец все лето, не заплатил ни копейки. А Мария там заплатит. А жена говорит, да Афанасий платит, я не плачу. И вот он распорил, что это директор Мануэла Монатолием Сергеевичем Корчиной. И, видимо, тяжко это было. Я не знаю, никто вроде не знает. Он взял через седельник, через седло, ремень, когда лошадь запрягается. И задавился. Когда отцу сказали это, отец постоял. Ох. Он же ведь против был. Все равно жалко. Потом постоял и говорит, подохли они все, а я живу. Я по неволе вспоминаю Путина. Ну, Америка там, говорит, победит. Да, мы мученики будем. Они все сдохнут. Ну, а радиация такая будет. И вот я это аналогию нахожу. Они все равно сдохнут. И вот эти люди, которые были, которых я называю, все были против меня. Притом распространяли клеветы разные. Но в душе они, да услышит Господь мои слова, были за истину, которые боялись. Пасхальная ночь. Милиция перекрыла все подходы к единственному храму, Покровскому собору. Я в это время на крыльце схожу вниз. Время, ночное богослужение. Много комсомольцев, дружинников. Я подхожу и начинаю с ними беседовать. Из машины милицейский фургон подходит человек и говорит, пройдемте. Ну, пройдемте. А там милиция. А они меня там окружили. И я с ними беседую, рассказывая о Христе, о воскресении, о Его победе над смертью. И это все доложили Войтовичу, отцу Николаю, который с ними, не со мной. Но вот он услышал, как сказали, у вас человек, кто такой? Они спрашивают. Ну, кто-то просто приходит молиться. Как так? Мы ему столько вопросов задали, он на все ответил. И ни один против не сказал. Как это так может быть-то? Они не слыхали. И он понял, что это отвечал. Но отец Николай знает, я верующий, причащаюсь там. Наши еще общины не было. И он посидел маленько. Да, победа была на нашей стороне. Это того смешно. На нашей. То есть он со мной был, оказывается, отец Николай, который на нас доклады там писал, жаловался в отдел религиозных культов. Вот и все. А победа была на нашей стороне. То есть со мной был отец Николай. Поэтому внешний, как правильно под это говорил, но он не мог этого не понимать, что угождение этой власти, руководству привело к тому, что мы сейчас видим. Вот Андрей Кураев, диакон, протодиакон, сказал тогда, семинаристы обратились, что на них наседают, побуждают гомосексуализму преподавателей семинарии. И он заступился и стал говорить, какие из них были, кого там запретили, не запретили. Как его сразу? Моначи стали составлять молитвы против него, специальные молитвы, чтобы его Господь укротил. Его сразу выкинули в семинарии Академии, где он преподавал, как профессор. А он преподает в МГУ, Московский государственный университет имени Ломоносова. А они туда посылают, сама патриархия, это все опубликовано, чтобы его выгнали оттуда, чтобы у него куска хлеба не было. Вот что удивительно. А в это время я о нем сказал несколько слов. Пригласил его к себе. У меня вот трехэтажная, ну, спать где можно-то. Я говорю, у меня тут и нары готовы. Нет, не нары, говорю, палатин. У меня мешок сухарей. А я 12 полных мешков, по 50 килограмм мука, сухарей насушил. 12 мешков. Даже вот такое дело, ни у кого нету этого. А потом, нуждающийся, видел, мешок, по два мешка отдавал. Это Господь делает, то у них ничего нету. Я отца Андрея звал, чтобы лишних всего килограмм 60 скинуть. Вот, понимаешь, из ничтожного извлечь драгоценное, как Илья говорит, это Иеремия говорит, то сделай, как мои уста. Вот маленькое дело. Пришли люди, сказали, что он обо мне говорит плохо. Ну и что дальше? Да я ему нахрену в ответ проклятию. Нет, конечно. Я говорю, отец Михаил Капранов хороший. Но система все рушит. Система перемалывает всех. Я практически, может, Павел Адельгейм, которого убили, может быть он, Глеб Якунин, единицы, Николая Шлеман, которых они не могли перемолоть, но посадили. А потом, когда освободились, они стали издеваться, как ювеналий, митрополит, отцу Глебу, когда он вернулся из заключения, там лет семь отбыл в якутских лагерях. «Ну смотри, Бог помиловал тебя, и впредь не делай этого, иди и не греши». Вот таким голосом, ну, язвительным. Нет теперь уже ни того, ни другого. Все ушло на суд Божий. А у меня сохранилось огромное интервью с отцом Глебом Якуниным. Огромное! Что значит огромное? Ну, интервью там, 15-20, у меня 16 часов. Еще раз скажу. Пусть кто-нибудь покажет, какое это интервью 16 часов. А почему так говорите? Потому что это необычно. Его расположение было безграничное. И он говорил о том, чего никому не говорил. Каждая пленка 375 метров, катушка, 8 часов 20 минут. Две полных катушки, я записал у него в Москве, когда нас освободили почти день в день. Отец Глеб, столько у нас был. И мы собрались там у одного, как-то, Попков, Попков, кажется, его. У него почему-то кличка была в КГБ «Клоун». Я так узнал. Он в Америку приехал. И мы по дому были. И отец Глеб говорит, сегодня Рейгель приехал. Рейгель в Москве. Встречу мне назначил. Ну, конечно, президент великой державы назначает встречу. Ну, значит, что-то есть. И вот, надо подготовиться. А мы сидим. Он наливает полный стакан граненой водки русской, сорокоградусной. И не за воротник вылил. Я так рапнул. Да вам же идти навстречу с таким человеком. Отец Глеб отвечает, пусть знают нас русских. И засмеялся. И вот в этом он только выклыл, еще и растеклость по телу, и мы сфотографировались, стоим. Рядом. Фотография цветная сохранилась. А то я вот из вот этого ничтожного сразу сколько воспоминаний. Будете дальше считать 95-м? Давай, Сергей Павлович. Да.